друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.com.ua меня зовут александр перед вами модель под названием tcl s720 это бюджетный вариант смартфон стоимостью у нас в украине приблизительно 130 135 долларов из наличия в украине с гарантией очень интересный смартфон по моему мнению давайте рассмотрим его комплектацию поставляется он вот в такой вот коробке здесь все его данные есть в комплекте особо ничего интересного нет собственно зарядка usb кабель стилус и переходник под наши розетки не пленок не чехлов здесь нет пленка у него наклеена уже на экране хорошая и так что из себя представляет эта модель во первых это смартфон он не с не съемный с несъемным аккумулятором здесь крышка не снимается только в условиях мастерской здесь очень хороший аккумулятор на 3 300 миллиампер часов здесь большой дисплей о гс и ps экран 5 5 5 дюймов с разрешением hd здесь три сенсорной кнопки они не светятся сверху у нас есть 5 мегапиксельная фронтальная камера разговорный динамик датчик приближения датчик освещения с этой грани у нас есть слот под sd карточку и микросим открываются они вот таким вот образом и вставляются вот сюда то есть как бы плюс этого смартфона заключается в том что несмотря на то что он не съемный имеет аккумулятор у него есть слот под sd карточку в основном такого такое не практикуется здесь еще один слот под карточку качелька громкости вверх вниз и кнопка включения выключения довольно таки удобно они располагаются смартфон большого размера и дотянуться до кнопки включения довольно таки легко сверху у нас разъем для наушников снизу микрофон и микро юсб разъем для подключения к компьютеру и для зарядки сзади у нас крышка покрыта таким вот soft touch пластиком есть 8 мегапиксельная камера логотип tcl и динамик решетка под динамик точнее ну а динамик здесь один он располагается то ли слева то ли справа не помню в процессе обзора вам это продемонстрирую в целом по сборке по корпусу смартфон мне понравился несмотря на то что он стоит всего лишь 130 долларов он собран отлично никаких люфтов скрипов здесь нет на перегиб смартфон не хрустит давайте посмотрим наш антуту и все технические характеристики смартфона чтобы понимать что в нем есть моему удивлению за такую цену нам предлагают отличный вариант технических характеристик это мтк 6592 это 8 ядерный процессор с частотой 1.4 гигагерц мали 450 графический ускоритель hd разрешение экрана в гигабайт оперативки 8 встроенных обращаю ваше внимание на то что у меня стоит карта памяти на 16 и она работает со смартфоном с этой прошивкой так как полагается то есть приложение программы все это можно скачивать из play market а напрямую на карточку один нюанс по процессору это мтк 6592 н тот который немного обрезан по частоте процессора то есть здесь максимальная мощность это 1 и 4 гигагерца фронтальная камера у нас на 5 мегапикселей принципе фронтальная камера до довольно таки достойная мультитач у нас пятиточечный и давайте посмотрим датчики которые есть там смартфоне здесь есть gps вайфай bluetooth компас стандартно здесь также есть датчик приближения датчик освещения есть вспышка в принципе нормального уровня теперь хочу вам рассказать по поводу прошивки на сегодняшний день вот сейчас у меня в обзоре и продаем мы эти смартфоны с этой прошивкой эта прошивка android 422 my ui v5 прошивка взята с 4pda форума та прошивка на которой пришел смартфон из китая она в принципе была достойная но на ней не работал gps вовсе на 4pda есть много разных прошивок но вот именно эта версия с установленными google сервисами нам по моему мнению одна из лучших да в прошивке есть некоторые китайские приложения здесь есть труд китайский и так далее но не обращайте на это внимание вы этими программами пользоваться не будете то есть все что вам нужно можно будет устанавливать через play market оно все будет на русском языке в настройках все что нам нужно все на русском настройках камеры там английский язык но про камеру я поговорю немножко позже в целом прошивка довольно таки достойная это популярный вариант среди таких вот моделей не течел не зо по ниже и у в принципе это такой вариант распространенный ран здесь хороший мне понравился 5 5 дюймов о гс то есть здесь нет воздушных прослойки поэтому углы обзора максимальные айпиес матрица но смотрите по сейчас у меня стоит какая какой уровень яркости давайте посмотрим ярко стоит у меня максимальная углы обзора в принципе у смартфона неплохие то есть все хорошо цвета не инвертируются но если по диагонали вот немного начинают цвета изменяться в том числе вот по этой диагонали давайте сделаем вот так вот них уходит картинка немножко в негатив ну вот вот такая вот матрица у него имейте это в виду за сто тридцать долларов не бывает у нас идеальных матриц с хорошим изображением с максимально хорошим скажем так звук в смартфоне меня порадовал звука во первых разговорный динамик микрофон вообще без нареканий очень классное качество очень все громко четко слышно звук внешнего динамика мне в принципе тоже понравился давайте сейчас продемонстрирую вам некоторые варианты и посмотрим на что он способен во первых динамик здесь у нас располагается вот здесь как я его закрыл пальцем то есть это вся решеточка якобы тут много динамиков или стерео динамики это все просто дизайн потом динамик довольно таки громкий можно посмотреть фильм а вот звук в наушниках мне немножко разочаровал он довольно таки среднего уровня не хватает для меня низких частот то есть музыку можно послушать но басов я люблю чтобы было побольше касательно производительности здесь восьмиядерный процессор один гик оперативки и hd разрешение экрана поэтому современные игрушки запускаются без проблем давайте посмотрим для примера асфальт 8 с играми смартфон справляется отлично нареканий у меня никаких нет теперь давайте посмотрим тесты которые я делал тест gps а на этой прошивке подтверждение того что на этой прошивке он работает на стоковой прошивке от производителя как будто вот он даже он даже епо карту не видел как будто где-то стоит какой-то блок и вот просто не работает аккумулятор здесь заявлен 3300 3200 под крышкой там есть фотографии в интернете все это смотрели я тестировал его на стоковой прошивке я надеюсь что на май уай будут приблизительно такие же результаты но не было у меня возможности после прошивки продолжать тестировать его еще нужно снимать уже обзор потому что все тесты делал я на стоковой прошивке а потом уже когда готовился делать обзор и проверил что gps у нас не работает ну вот пришлось доводить смартфон до ума а не продавать его таким полу фабрикатом аккумулятор вы программе antutu tester набрал у меня семь тысяч девятьсот сорок два балла я вам объясняю еще раз напоминаю что 5 и 5 дюймов дисплей восьмиядерным ты кажется 592 и вот такой вот крутой реально крутой результат в режиме просмотра видео в ю тубе это у меня свыше пяти часов с максимальной яркостью со звуком в режиме игры внимание epic citadel это у меня свыше четырех часов и по диаграмме видно что в конце когда у нас уже там становится мало процентов там скорее всего меньше десяти даже то аккумулятор очень быстро начинает садиться но в целом но на всем протяжении этой диаграммы на всем протяжении разряда аккумулятора он разряжается очень очень стабильно я не очень люблю настройки камеры в этих прошивках прошивках май у ай вот и в этом случае как мне не особо нравится но тут не в прошивке дело у смартфона я не знаю почему точнее здесь в прошивке дело но как бы оптимального варианта я не с найти не смог камера как по мне она мылит она мылит и изображение макро то есть не хватает четкости вот смотрите какое качество получается и она мылит когда мы делаем с дальнего на даль на дальняк фотографии то есть четкости изображения тоже нет такая же ситуация была на стоковой прошивке такая же ситуация вот на этой прошивке но на предыдущей версии прошивки май у ай с камерой дела обстояли лучше однако там была проблема с google сервисами с play market в частности то есть вот на данный момент это лучший вариант но по камере я пока что однозначно говорю что это минус этого смартфона в принципе вот такая вот модель получилась сто тридцать сто тридцать пять долларов у нас из наличия в украине что хорошего в этом смартфоне хорошего цена хорошая я считаю внешний вид экран классный мне понравилось процессор восьмиядерный хорошее это то что у него очень мощный аккумулятор для такой цены для такого устройства в целом из минусов могу сказать что эта камера это прошивка которая я не люблю когда вот чтобы доводить смартфон до ума нужно его шить там кучей прошивок я люблю как вот приходят смартфоны течел или там тот же зо по что пришел русский язык есть идеальный google сервисы работают все функции работают все можно брать пользоваться либо продавать вот такие варианты с прошивками когда нужно пробовать одну прошивку пробовать вторую прошивку там одно не работает там другое я такое не особо люблю и я думаю мало кто такое любит но в целом в нашем магазине этот смартфон продается полностью рабочим работает автофокус на камере работает gps есть google сервис есть русский язык во всех нужных для нас местах есть в нашей прошивке прошивки с 4pda конечно же некоторое количество китайского софта но это абсолютно не мешает пользоваться этим классным смартфоном на этом все спасибо за внимание кому понравилось ставим лайки заходим в нашу группу обязательно добавляемся комментируем ставим отзывы и так далее спасибо всего доброго а ну и а и